Музыка Уважаемые слушатели, тема моего сообщения касается современных подходов к профилактике ОРВИ и гриппа в современных условиях. Я врач-инфекционист, педиатр Вологодской областной клинической больницы номер 2. Началась осень и пришла пора подъема острых сепаратурных вирусных инфекций. В структуре ОРВИ лидирующее место занимает грипп. В преддверии эпидемического подъема гриппа хотелось бы озвучить вопросы специфической и неспецифической профилактики. Как защитить себя гриппа, как предотвратить тяжелые осложнения гриппа. Естественно, что самой эффективной защитой от этой довольно опасной серьезной инфекции является вакцинация. Вообще, острые сепаратурные вирусные инфекции – это собирательное понятие в клинической практике, включающее инфекционно-воспалительные заболевания органов верхних дыхательных путей, в основном вирусные этиологии. В структуре ОРВИ лидирующее место занимает грипп. Но нам знакомы и другие заболевания вирусной этиологии, такие как аденовирусная инфекция, риносинтециальная инфекция, риновирус и некоторые варианты энтеровирусных заболеваний. Вообще, известно порядка 300 типов ОРВИ. Уже на сегодня, за последние 15 лет, появились новые высокопатогенные возбудители ОРВИ. Это коронавирус, который вызывает тяжелый SARS-синдром, с ним связаны метапневмомирус и боковирусы. Если говорить о статистике, конечно, острые сепаратурные вирусные инфекции и грипп занимают лидирующее место во всей инфекционной патологии, составляя от 80 до 90% заболеваемости. То же самое касается и экономических потерь, связанных с этой инфекцией. В среднем взрослый человек переносит где-то от 2 до 4 эпизодов ОРВИ в год. При пик заболеваемости ОРВИ это конец сентября по май. Еще раз говорю, что, конечно, лидирующее место в структуре заболеваний ОРВИ занимает грипп. Чрезвычайно контагиозная респираторная вирусная инфекция с воздушно-капельным путем передачи, вызываемая вирусами гриппа типа А, В и С. Несмотря на 80-летнюю историю изучения вируса гриппа, успехи инфектологии, эпидемиологии и вакцины профилактики, грипп до сих пор остается непредсказуемой и трудноуправляемой инфекцией. В структуре гриппа, а это РНК, содержащий вирус, выделяет два основных фермента. Это нейроминидаза и гемаглютинин. Эти ферменты участвуют в внедрении вируса в клетки и, в общем-то, обуславливают основную его патогенность. Периодически происходят точечные мутации в геноме вируса с изменениями в гемаглютинине, нейроминидазе, так называемый дрейф генов. Эти мутации возникают довольно часто, поэтому очень сложно создать идеальный вакцинный штамм гриппа. Тоже, положим, вот этот дрейф не был учтен в предшествующую эпидемию, когда 2014-2015 года, поэтому такая отмечалась высокая заболеваемость. Если же происходит полная замена одного или обойки гемаглютинина нейроминидазы, появляется новый вирус, совершенно новый, который приводит к возникновению пандемии. Пандемии чаще всего связывают именно с вирусом гриппа А. Если вспомним историю пандемии, а она известна еще до Рождества Христова, то, в общем-то, за время, так скажем, что нам известно, было достаточно много пандемий. И самое известное – это пандемия испанки 1918-1919 годы, которая унесла порядка 50 миллионов жизней. За последние столетия произошло три пандемии. Вообще, пандемия происходит где-то 3-4 раза за столетие. Что касается последней эпидемии гриппа, которая, в общем-то, тоже дала значительный рост заболеваемости, то надо сказать, что в Российской Федерации уровень заболеваемости был превышен на 4,9 раза. В Вологодской области эпидемия ОРВИ и гриппа в предшествующий сезон началась с 11 января и закончилась 29 февраля – 7 календарных недель. В основном была обусловлена циркуляция вируса гриппа А, H1N2. За период подъема заболеваемости в Вологодской области пострадало 108,5 тысяч человек. Из них треть – жители города Череповца. Из заболевших ОРВИ у 633 диагностирован грипп, у 83 жителей Череповца. В эпидемию вообще было вовлечено 9% населения региона. Среди заболевших основная масса – это дети – 64%. Среди беременных выявлено 357 случаев ОРВИ, в том числе 12 гриппа. Опять же, треть заболевших ОРВИ беременных – это жительницы города Череповца. Зарегистрировано 8 случаев летального исхода от гриппа. Из них у трех жителей города Череповца, в том числе один ребенок 7 лет. 1,3% от всех зарегистрированных случаев гриппа ОРВИ осложнились развитием вне больничной пневмонии. Из них доля детей составила 26%. В основном пневмонии протекали в средне-тяжелой форме, но зарегистрировано 34 случая летальных исходов от внебольничных пневмоний, в том числе одного ребенка трех лет. В основном летальные исходы были зарегистрированы у лиц с отягощенным анамнезом. Это хронические заболевания бронхолюгочной системы, сердечно-сосудистой системы. Если говорить о основных звеньях, так скажем, как мы говорим, патогенеза или особенностей клиники, надо сказать, что вирус тропен к эпителию верхних дыхательных путей. В основном это цилиндрические эпители дыхательных путей. И тяжесть заболевания в большей степени зависит, конечно, и от количества внедренного вируса, вирусных частиц, но и от состояния самого организма. И особенно от факторов неспецифической, как мы говорим, защиты, то есть состояния местного иммунитета слизистых. Если это ребенок до 3-5 лет, у него еще несовершенный, так скажем, незавершенный фактор, незавершенная система местного иммунитета. Если это больной с хронической патологией бронхолюгочной, у него тоже есть проблемы местного иммунитета именно на уровне слизистых и дыхательных путей. Очень важный фактор, который влияет вообще на местный иммунитет, это, конечно, курение. Поэтому и у курящих людей чаще ОРВИ осложняется пневмониями, бронхитами. И вообще чаще болеют эти люди острыми респираторными заболеваниями. Итак, на месте внедрения вируса возникает воспалительный процесс, который запускает каскад других реакций. Вирус усиливает проницаемость сосудистой стенки. Нередко возникает в клинике геморрагический синдром, особенно гриппа. Общие симптомы интоксикации тоже обусловлены каскадом иммунологических реакций. Это лихорадка, боли в мышцах, боли в суставах, общее недомогание, головная боль. Степельное развитие интоксикации, опять же, будет зависеть от состояния. Как от человека, куда попал этот возбудитель, так и от инфицирующей дозы и от типа возбудителя. Но, тем не менее, в ответ на внедрение вируса вырабатываются защитные антитела, которые его в последующем эллиминируют. И опять же, будут какие-то остаточные явления, будут ли осложнения после этой инфекции, тоже в целом зависят от состояния и местного, и системного иммунитета. Таким образом, ведущими симптомами ОРВИ и гриппа является катаральный симптом, который вызывает местные воспалительные изменения, общая интоксикация, лихорадка, возможно, лимфоденопатия. Это свойственно некоторым видам вируса, которые поражают клетки, макрофаги, положим при аденовирусной инфекции, возможно, и токсико-аллергические реакции. Опять же, в ответ на внедрение чужеродного вируса. Если говорить о особенностях катаральных явлений, если мы будем рассматривать отдельный вид возбудителей ОРВИ, то грипп все-таки чаще поражает трахею. И в клинике мы видим больше проявления трахеида. Это сухой кашель надсадный, это саднящая боль за грудины, это саднящие боли в носоглотке, и, конечно же, выраженная интоксикация. Если это вирус парагрипп, то чаще всего поражается носоглотка, вызывая ренофаренгиты и отек, и воспаление подскладочного пространства нередко, это осиплость голоса. При этом симптомы интоксикации выражены не так резко, как при гриппе. Чаще всего причиной ОРВИ у взрослых является риновирусы, составляя где-то от 25 до 40% в структуре ОРВИ, вызывая риниты и фаренгиты. Это так называемые ринареи, опять же, боли и кашель. Коронавирусы в основном вызывают поражение бронхов, и особенно то, что касается коронавируса, вызывает так называемый ТОРС-синдром. Это тяжелое проявление дыхательной недостаточности. Если говорить о особенности прошлой эпидемии, то в клинике так называемого свиного гриппа отмечались не только симптомы общей интоксикации, лихорадка, катаральные симптомы, но и поражение желудочно-кишечного тракта. Отмечались боли в животе, диарея, тошнота. Таким образом, диагностическими критериями гриппа, отличающие его от других УРВИ, является острейшее начало. Контакт с больным с гриппом, выражены симптомы интоксикации, лихорадка, чаще всего фибрильная, то есть выше 38 градусов, постоянная лихорадка, температура, температурная реакция, плохо поддающаяся лечению жаропонижающими, и ведущий симптом поражения респираторного тракта – это трахеид. Кашель, ссаднение, боли за грудиной при кашле. Симптомы, причем общей интоксикации, они опережают катаральные симптомы, которые появляются чуть позже, на второй-третий день заболевания. Дополнительный синдром, который связан опять же с особенностями вируса, это усиливать проницаемость сосудистой стенки, это геморрагический синдром, поэтому могут быть носовые кровотечения, мокрота с прожилками крови. Ну и желудочно-кишечное расстройство, которое тоже связано с особенностями типа вируса гриппа. Какие же существуют группы риска при развитии тяжелых и осложненных форм? Это, конечно, дети раннего возраста. То, что я говорила, об особенностях местного неспецифического иммунитета. То есть до 5 лет, ну чаще даже до 2-3-летнего возраста, пожилые люди старше 65 лет, у которых уже происходит истощение иммунной системы, и масса сопутствующей патологии, особенно если это бронхолегочная патология или заболевание сердечно-сосудистой системы, беременная женщина. Конечно, естественно, это и физиологический иммунодефицит, и сам по себе вирус коварен, обладает тератогенным действием на плод. Если беременная заболевает начальник, так скажем, начальник, и в первом-втором триместре беременности возможны и преждевременные роды, в начальной первом триместре и самопроизвольные выкидыши, это и тератогенное действие, то есть, возможно, уродство. Если беременная заболевает ОРВЕ или гриппом в конце беременности, то плод тоже самое вместе с женщиной переносит эту инфекцию. И уже в периоде новорожденности отмечаются симптомы внутриутробной инфекции. Может быть, затяжная желтуха, какие-то респираторные проявления. То есть, в принципе, грипп – это очень серьезная проблема, если она возникает у беременной женщины. К группам риска относятся и взрослые люди, и дети с наличием хронической соматической патологии, особенно бронхолегочной, бронхиальная астма, хронические заболевания легких, заболевания сердечно-сосудистой системы, неврологические заболевания, эндокринные нарушения, заболевания почек, печени, метаболический синдром. Конечно, лица с иммунодефицитным состоянием. Это касается не только первичных иммунодефицитов, но сейчас очень много вторичных иммунодефицитов. Не будем забывать и о ВИЧ-инфицированных, которых, в принципе, степень пораженности ВИЧ на сегодня достаточно высокая. Лица, младше 19 лет, длительно употребляющие аспирин. Признаки прогрессирования заболевания. На что нужно обращать внимание, бить тревогу и своевременно обращаться за медицинской помощью? Это нарастание температуры тела или сохранение высокой лихорадки больше трех сутов. Появление одышки в покое или при физической нагрузке. Это цианоз, это посинение носогубного треугольника, общий цианоз, боли в груди при дыхании и кашле, появление кровянистой мокроты, снижение артериального давления, изменение психического статуса. Здесь может быть как гипервозбуждение, так и сонливость, апатия. То есть эти симптомы должны насторожить. Особенности гриппа у детей раннего возраста. Дети могут болеть с самого рождения, но все-таки чаще после трех-четырех месяцев. Для грудных детей не характерны выражена лихорадка и геморрагический синдром. Температура может быть даже нормальной или невысокой до 38. Начало постепенное. Катаральный симптом выражен не так ярко, как у детей старшего возраста и взрослых. Может быть просто посапывание носом, покашливание. Но отмечается беспокойство, отказ от груди, вялость. Возможно повторная рвота, кратковременная потеря сознания, судороги на фоне температуры. И часто бактериальные осложнения. То, что касается вообще осложнений гриппа, их можно выделить, так скажем, на ранние, поздние, отсроченные. Ну, ранние осложнения, или так называемые токсические осложнения, они отмечаются в первые 3-5 суток. Специфические проявления, опять же, очень серьезные осложнения, это геморрагические поражения, трахеи, легких, с развитием отеков, явлениями дыхательной недостаточности, острый миокардит. Осложнения, которые связаны со сниженным иммунитетом, которые появляются позднее, могут наблюдаться на 2-4 неделе развития заболевания. Это пневмонии, бактериальные, вирусно-бактериальные, вирусные пневмонии, это поражение носоглотки, атиты, гаймориты, обострение хронических заболеваний, и, может быть, декомпенсация хронических заболеваний. Ну, и нельзя забывать о осроченных осложнении, которые связаны с вирусом гриппа, особенно у людей, имеющих хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Это декомпенсация, то есть это ранние инсульты, инфаркты, то, что вирус в этом случае является провокатором, серьезным провокатором. Показаниям для госпитализации, конечно, является тяжелое состояние больного. Тяжесть в основном обусловлена интоксикацией. То же самое касается первых признаков острой дыхательной недостаточности, то есть это одышка, затрудненное дыхание, осложненные формы гриппа с развитием отека легких, кровохарканий, и больные из группы риска. Что касается лабораторной диагностики ОРВИ и гриппа, на сегодня она представлена как экспресс-методами, так и другими методами. Экспресс-диагностика – это реакция иммунофлюоресценции. Методом, материалом для исследований служит носоглуточная слизь. Также в лабораторной диагностике ОРВИ можно использовать иммуноферментный анализ, обнаружение возбудителя с помощью антител меченых ферментов. И наиболее перспективным методом является ПЦР-диагностика, то есть определение материалей нуклеиновых кислот. Это достаточно высокоспецифичный перспективный метод диагностики, который, в общем-то, позволяет даже выделять отдельные серотипы возбудителей ОРВИ. Если говорить о классификации с точки зрения возможностей атеотропной терапии, то, конечно, если своевременно поставлен диагноз гриппа, то на сегодня есть арсенал препаратов, специфических противовирусных, которые с доказанной эффективностью работают в отношении гриппа. Что касается других респираторных вирусов, на сегодня конкретно для каждого возбудителя, там аденовируса, риновируса и так далее, специфических препаратов на сегодня пока нет. Если идут осложненные формы гриппа, атипичные микрофлоры, бактериальные или атипичные, здесь тоже в арсенале у доктора есть антибиотики с тем или иным направлением. Какие же должны учитывать факторы, которые влияют на выбор тактики лечения? Естественно, период заболевания, острое или это уже подострое течение, тяжесть, возраст пациента, наличие характера осложнений, вообще доступность и возможность пациентов выполнять необходимых лечебных рекомендаций. Терапия складывается из, так скажем, несколько эффективная терапия складывается из нескольких моментов. Это как медикаментозная терапия, так, не медикаментозное вмешательство. Что касается не медикаментозных вмешательств, конечно, здесь нужно соблюдать и режимные моменты, то есть, особенно, что касается острого периода, начальных проявлений ОРВИ и гриппа, это, конечно, постельный режим. Недопустимо ходить на работу с температурой, недопустимо ходить до последнего, до признаков, так скажем, осложнений, несмотря на любые, так скажем, как кажется пациенту, важные вещи, потому что грипп – это серьезное заболевание. очень важно в режимных моментах это соблюдение и масочного режима, так как, чтобы, по крайней мере, обезопасить окружающих от этого заболевания. Диета терапия, богатая витаминами, обогащенная белком – это питьевой режим, усиленный питьевой режим. Причем можно использовать любые для этого напитки, обогащенные, витаминизированные. Можно просто чай с различными травами. В арсенале большой, каждый из нас знает домашние средства, которые обладают патогеном, жаропонижающим действием. Это и липовый цвет, и малина, и мед, и масса других фитонцидов. Это, конечно, проветривание помещения. Это симптоматические средства, которые используются в лечении ОРВЕ и гриппа. В первую очередь, конечно, жаропонижающие. И тут я хотела бы несколько слов сказать о том, что недопустимо применение в качестве жаропонижающих при ОРВЕ и гриппе. Это, конечно, препараты салициловой кислоты. То есть аспирин и вообще салицилации противопоказанные, вызывая очень серьезные осложнения гриппа. Из жаропонижающих предпочтений отдаётся препаратам парацетамола, ибупрофен. Разные виды для детей. Это жидкие формы, для взрослых таблетированные формы. Можно использовать и свечи. Что касается этиотропной терапии. Этиотропная терапия представлена, по крайней мере, для гриппа, представлена различными на сегодня препаратами. Общеизвестный препарат Римантадин, который, в принципе, уже давно на рынке. Но я хочу сказать, что к нему все чаще и чаще регистрируются штаммы вируса, резистентные к этому препарату. Поэтому в Соединенных Штатах Америки он запрещен к применению в связи с тем, что он уже неэффективен. Все-таки наиболее эффективные и на сегодня современные препараты это ингибиторы нейроминидазы, коим относятся сельтамивир, тамифлю, занамивир. Наши отечественные препараты ингибиторы гемаглютинина это орбидол, ингибиторы ДНК, полимеразы, ферменты, обладающие противовирусные действия. Ну и конечно большой спектр препаратов так называемых индукторов интерферона. Амиксин, циклоферон, эргоферон и масса других препаратов, которых сегодня достаточно на рынке. Определенные требования к этим препаратам в сроках назначения, особенно что касается препаратов прямого противовирусного действия при гриппе. Конечно, это на начальных этапах. В первые сутки с момента заболевания. Если уже вирус внедрился в клетку, то есть прошло более 24 и тем более 48 часов, в общем-то эти препараты не будут иметь такой эффективности. Из иммуномодулирующих препаратов, которые обладают противовирусным действием, широкое применение нашли индукторы интерферона. Их можно, в принципе, применять на разных стадиях вирусной инфекции. Но опять же, к ним тоже имеются определенные показания. Поэтому назначение все-таки эти препараты должен доктор, должен врач, оценив состояние больного, наличие осложнений, оценив тяжесть, потому что при некоторых формах, тяжелых формах, назначается и два, и даже три противовирусных препарата. Что касается профилактики, мы об этом поговорим поподробнее. Существуют как специфические средства профилактики ОРВЕ и гриппа, так и неспецифические. К неспецифическим относятся закаливание, физическое воспитание, ультрафиолетовое облучение. К специфическим это иммунопрофилактика вакцинации с учетом сиротипа и субтипа возбудителя и противовирусные препараты, которые тоже могут использоваться с целью профилактики в очагах. Ну, я все-таки хочу сказать о тех золотых правилах защиты от гриппа ОРВЕ. Первое, это, конечно, соблюдать правила личной гигиены. Чаще мыть руки, особенно перед едой и после прогулки, пользоваться только своим полотенцем, ношением масок, членами семьи, больным ОРЗ. Именно с руками мы нередко заносим носоглоточную слизь, так скажем, передаем носоглоточную слизь своим окружающим. Поэтому нужно избегать прикосновения руками к глазам, носу, рту. Вирус гриппа распространяется этими путями. Больше времени необходимо проводить на свежем воздухе, проветривать ежедневно квартиру, делать влажную уборку не менее двух раз в неделю, сократить мест большого скопления людей, где можно пройтись пешком, конечно, нужно отказаться от транспорта. Больше в рацион включать овощи и фрукты в богатых витаминов С, хорошо высыпаться, вообще планировать свой день так, чтобы был полноценный сон не менее 7-8 часов в сутки. Ограничить потребление алкоголя это немаловажный фактор, потому что злоупотребление алкоголя подавляет иммунную систему различными механизмами. Использовать растительные адаптогены, орошение слизистой изотоническими растворами морской соли, особенно при сухом воздухе в городских квартирах при отоплении. Средства специфической профилактики гриппа мы коснемся, поговорим об этом подробнее. Конечно, наиболее обоснованной, эффективной и вообще современной мерой профилактики борьбы с ежегодными эпидемиями гриппа является вакцина профилактика. Современные гриппозные вакцины инактивированные, одни из наиболее высокотехнологичных и безопасных для профилактики инфекции. Сегодня в арсенале имеется достаточное количество инактивированных вакцин. Что нужно всегда учитывать? И это учитывается согласно рекомендациями ВОЗ по составу вакцин, так как нередко происходят мутации в штаммах. Так вот рекомендации на сезон 2016-2017 года для северного полушария. Произошли изменения в составе вакцин. Изменили штаммы H3N2 и штамм B. То есть включен калифорнийский подобный вирус, включен Гонконг H3N2 подобный вирус и включен B. Брисбайн вирус, который в общем-то будет по мнению экспертов обуславливать наибольший подъем заболеваемости. Кто же подлежит обязательной вакцинации? В России группам высокого риска относят детей, посещающие детские учреждения, учащихся школ, студентов высших и средних профессиональных учреждений, всех лиц старше 60 лет, взрослых, занятых в отдельных профессиях, это медработники, работники образовательных учреждений. В странах Евросоюза группам высокого риска относят лиц любого возраста с хроническими заболеваниями кровотворной, дыхательной системы, заболеванием почек, иммунной системы, диабетом. Рекомендует вакцинировать лиц контактных с лицами высокого риска и беременных третьего триместра. Какие имеются противопоказания к вакцинации? Абсолютными это аллергия и гиперчувствительность к белкам куриного яйца и куриного мяса. Временными противопоказаниями являются острые инфекционные заболевания с повышенной температурой или период обострения хронических заболеваний. Но в принципе по выздоровлению через 2-3 недели уже при нормализации температуры можно вакцинировать. На сегодня существует несколько современных гриппозных инактивированных вакцин на рынке. Это импортные вакцины такие как Вакси грипп французская, Инфлювак Нидерланды, Флюорикс совместное производство с Россией Инфлексал швейцарская вакцина. Но я хочу остановиться на отечественной вакцине Гриппол плюс. Она тоже инактивированная, тривалентная, субединичная. Вводятся все эти вакцины перечисленные в том числе Гриппол плюс однократно детям с 3-х лет и взрослым. Причем Гриппол плюс может вводиться больным с иммунодефицитными состояниями, получающие иммуносупрессивную терапию. Возможно введение вакцины двухкратной с интерфалом в 4 недели. Вакцина Гриппол плюс это модифицированная вакцина Гриппол, которая себя рекомендовала как высоко эффективная безопасная вакцина, которая прошла все стадии доклинических исследований и соответствует всех стандартам для вакцинных препаратов, международным стандартам вакцинных препаратов. Она доказала свою высокую эффективность, протективный иммунитет, то есть выработка антител после вакцинации уже происходит на второй неделе после прививки и поствакцинальный иммунитет сохраняется в течение года. У 60-50% привитых эти иммунные антитела сохраняются до 2-3 лет. Но учитывая то, что еще раз говорю, вирус постоянно мутирует, появляются какие-то возможно точечные мутации, поэтому необходимо все-таки ежегодная вакцинация в связи с тем, что штамм вируса меняется. Вакцина безопасна. Она безопасна не только для взрослых, но и детей. И для беременных были исследования по безопасности вакцины у беременных, поэтому она может использоваться у беременных на третьем триместре. для экстренной профилактики ОРВИ и гриппа могут использоваться и противовирусные препараты. Те же химия препараты, которые используются и для лечения. Орбидол, томифлю и другие. Но я хочу сказать, что постоянно использовать эти препараты для профилактики тоже нежелательно, потому что мы боимся опять же формирования резистентности, с которой уже столкнулись на примере ремонтодина. Можно использовать препараты интерферона, индукторы интерферона для специфической профилактики. Но опять же я советую получить рекомендации по приему этих препаратов у своего лечащего врача. Неспецифическая экстренная профилактика может включать в себя и гомеопатические препараты с доказанной эффективностью. Это афлубин, акрии и многие другие. Нельзя забывать и о адаптогенах, растительных адаптогенах и витаминах. Таким образом можно сказать, что грипп на сегодня это трудно управляемая инфекция. И решение вопросов эффективной профилактики зависит от комплексного подхода. Это из широкого спектра мероприятий. В предэпидемический сезон это безусловно вакцинация. И если это необходимо иммунокорригирующая терапия, в эпидемический сезон это специфические и не специфические средства защиты. в постэпидемический сезон это общеукрепляющая терапия и опять же если это необходимо иммунокоррекция. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...